ПЕСНЯ Апостол Павел, говоря о церкви, утверждает, что это есть столб и утверждение истины. Это очень сильное заявление, особенно в то позднеантичное время, когда под влиянием языческой философии появилось понятие относительности всякой истины. Известно, что целое философское течение так называемых скептиков сформировалось именно вокруг той идеи, что никакой истины принципиально быть не может. Истина переменчива, истина зависит от людей, объективно же она не существует. И мы знаем, что это древнее философское утверждение получило очень сильную поддержку в новейшее время. И до сих пор существуют философские взгляды, да и просто человеческие убеждения, которые отрицают самую возможность существования объективной, вечной и неизменной истины. Потому что если признать, что такая истина существует, следует признать, что она существует вне человека, вне его сознания. Что она есть производная сверхъестественного, то есть божественного начала. А ведь так оно и есть. Если есть истина, значит есть Бог. Если нет объективной истины, то значит Бога нет, потому что все, что порождает человеческий разум, изменчиво подвергается переменам. И как часто одна эпоха низвергает все, что представлялось истиной предыдущим поколениям. И особенно это очевидно на истории нашего Отечества. То, что представлялось истинным и ценным, было в момент революционного конфликта полностью отвергнуто. И с той истиной, которой жили предыдущие поколения, стали бороться, утверждая свою собственную истину. А потом произошло то, что и должно произойти в обществе, которое не признает абсолютной истины. Все подвиги революционные, все жертвы были в одночасье сметены и названы заблуждением. И появились новые человеческие истины. Да, действительно, там, где человек, там не может быть абсолютной истины. Потому что изменчив человеческий разум, подвержен влиянием обстоятельств и не может производить на свет абсолютную истину. Но такая истина существует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok